В эфире служба новостей Саров-24, в студии Катерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. За прививкой от гриппа только в поликлинику, как в Сарое, проходит вакцинация дошкольников. Помощь тем, кто болеет, нужны волонтёры для доставки продуктов больным коронавирусом. Только не в урну, куда относить отработанные батарейки. Далее расскажем обо всём подробно. В Сарове ужесточают меры профилактики распространения коронавируса. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию инфекции, куда входят представители администрации, профильных учреждений и медики. Горожан призывают быть максимально внимательными, соблюдать правила поведения в общественных местах. В первую очередь речь идёт о социальной дистанции и масочном режиме. По мнению главного санитарного врача города Ирины Игнатьевой, если ситуация не изменится в ближайшем будущем, то в Сарове могут возобновить меры времён первого этапа снятия ограничений. Департамент образования призвал подведомственные учреждения воздержаться от экскурсионных поездок. Аналогичные рекомендации будут разосланы и по другим коллективам. В ближайшее время продезинфицируют подъезды, в которых проживают контактные лица, и те, кто лечится от COVID-19 дома. Полиция и специалисты администрации продолжат рейды по выявлению нарушений масочного режима в магазинах и других общественных местах. Предприятиям и организациям настоятельно рекомендуют перевести работников старше 65 лет и тех, кто находится в группе риска, на дистанционный режим. Следует минимизировать количество командировок и сократить число тех, кто по работе прибывает из других городов. Если тенденция заболеваемости сохранится, то, возможно, начнут блокировать зональные пропуска от тех, кто находится на карантине. Ощутимый подъем заболеваемости наблюдается и в Нижегородской области. Как написал в своем аккаунте в Инстаграм заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, также увеличилось количество тяжелых состояний. Получили новые данные социологического исследования. Более 90% заболевших пренебрегали средствами защиты и профилактики, добавил министр. Давид Мелик-Гусейнов привел примеры, как горожане сейчас обычно заражаются COVID-19. Это может произойти в гостях, когда собирается большое количество людей, долго не контактировавших друг с другом. Еще одна причина – нежелание носить медицинскую маску, считая, что она не сможет защитить организм от инфекции. Также Давид Мелик-Гусейнов советует избегать тактильных контактов, например, с коллегами по работе, даже если вы часто моете руки. На фоне увеличения заболеваемости в Нижегородской области продлили срок действия субсидий. Решение принял губернатор Глеб Никитин. В областном правительстве рассказали, что постановление затрагивает региональные льготы и субсидии, положенные бизнесу. Решено сохранить также льготный проезд для граждан, задействованных в борьбе с коронавирусом. Это, по мнению губернатора, позволило поддержать волонтеров, медиков и транспортные предприятия. Я решил продлить прямые выплаты бизнесу основные получатели салона красоты и сферы общепита. Некоторые организации смогли приступить к работе, но часть ждет перехода к третьему этапу снятия ковидных ограничений. Тяжелее всего приходится развлекательным центрам, поэтому считаю неправильным лишать их помощи, рассказал Никитин. За минувшие сутки в Сарове выявили еще 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 54 человека, из них 38 в средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии. По России прирост за сутки 11 615 новых случаев. В Нижегородской области 204. Другая важная информация в подборке коротких новостей. За проезд по газону и парковку на нем российских водителей собрались штрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей. Мойка машины в неположенном месте и автохлам на улице может обойтись в одну три тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект статьи 16.9 КОАП «Нарушение требований в области благоустройства территории». Помимо газона автомобиль нельзя будет ставить на детских игровых и спортивных площадках, местоходах, оцветниках и других засаженных растениями территориях. Исключением станет спецтранспорт, используемый для работ по благоустройству. Всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева пройдет 19 октября в 11 часов. В ходе встречи руководители Рособранназора и специалисты ведомства ответят на вопросы о проведении ЕГЭ и ГИА, всероссийских проверочных работ, международных и национальных исследований в качестве образования, исследований в российских школах по стандартам PISA и других актуальных темах. Вопросы Анзора Музаева можно задать на странице Рособранназора в социальной сети ВКонтакте и по электронной почте egsobakobernadzor.go.ru В Дивееве прошел турнир по волейболу среди женских команд, приуроченных к празднованию Дня Учителя. Бронза досталась команда Сарфатеи из Сарова. Серебряными призерами стали волейболистки из Сергача. Главный трофей соревнования достался еще одной саровской команде – Ника. В этом эпидемическом сезоне к нам могут прийти несколько штаммов гриппа, от которых у россиян еще нет иммунитета. Как правило, эта болезнь наиболее опасна для пожилых и детей. Избежать осложнений, вызванных гриппом, поможет вакцинация. Прививки от гриппа школьникам делают в учебных заведениях. А вот родителям дошкольников в этом году приходится записывать своего ребенка на прием в поликлинику. Как организована вакцинация воспитанников детских садов в Сарове, безопасно ли приходить на прием, расскажем в следующем репортаже. Безопасность малышей и их родителей превыше всего. На вакцинацию в детскую поликлинику пациенты проходят через боковой вход со стороны банка. Перед кабинетами им измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Родитель должен заполнить бланк согласия и ответить на несколько вопросов. О поездках в регионы с неблагоприятной эпид-обстановкой, самочувствии ребенка и возможных контактах с зараженными коронавирусом. Противопоказания – это одно, это непереносимость куриного белка. Остальные – это временные противопоказания, это если ребенок перенес вирусное заболевание, тогда составляет медицинский отвод от двух до четырех недель в зависимости от степени тяжести. И чтобы хронические заболевания были в стадии ремиссии. Малыша осматривает педиатр, который работает только на вакцинации. Если все в порядке, ребенок проходит в соседний кабинет, где врач делает прививку отечественным препаратом «Сови-грипп». Вакцина чисто детская, которая разрешена для вакцинации начиная с шести месяцев и до 18 лет. Вакцина очищенная, она именно содержит те для нас актуальные штаммы вируса гриппа, которые мы предполагаем в этом эпид-сезоне. Врачи утверждают, что прививать ребенка нужно обязательно. Только благодаря своевременной вакцинации можно обезопасить ребенка от осложнений в период заболевания. Особенно, когда есть риск заболеть несколькими вирусами. И мы не знаем, как поведет себя организм, когда он столкнется с двумя инфекциями сразу. То есть с гриппом и с COVID-19. Поэтому, конечно, наша задача максимально защитить наших детей хотя бы от гриппа. Хотя считается, что COVID-19 у детей протекает в более легкой форме, но тем не менее, когда получается такая мистая инфекция, организм может отреагировать по-разному. Прививочная кампания в детской поликлинике началась 11 сентября. Сейчас вакцинацию дошкольников проводят по понедельникам, средам и пятницам. Увеличили время, увеличили день, то есть добавили понедельник до этого, только у нас было два дня. Постарались именно так сделать, чтобы это было возможно записаться нашим пациентам. Записаться на вакцинацию можно через портал пациента. Либо в регистратуре детской поликлиники на улице Курчатова. И по телефону 90547. Врачи просят заранее предупреждать, если по какой-то причине у вас не получается прийти на прививку, чтобы на это время смогли записаться другие. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Электронные сертификаты для получения льготных лекарств планируют ввести в Россию. Законопроект с такой нормой внесен правительством России в Государственную Думу. Согласно документу, такие сертификаты будут формироваться на основании информации, размещенной в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. С их помощью можно будет получать лекарственные средства, медизделия и лечебное питание без привязки к конкретной аптеке по месту регистрации. Рассмотрение законопроекта в Госдуме намечено на ноябрь. Если его примут, то с 2023 года льготники-инвалиды, ветераны войны и другие категории, имеющие право на социальную помощь, смогут использовать электронные сертификаты для получения лекарств и медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. Городской центр добровольчества обновляет волонтерскую базу тех, кто будет помогать больным COVID-19, людям на карантине и пенсионерам. Добровольцы будут доставлять продукты и предметы первой необходимости. О том, как вступить в ряды волонтеров, куда обращаться тем, кому нужна помощь, расскажем в следующем репортаже. В связи с ростом количества заболевших коронавирусом, пожилым сыровчанам и страдающим хроническими заболеваниями вновь рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Также на карантине находятся сотни людей, контактировавших с больными COVID-19. Они не могут выйти из дома, но им нужны продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Сыровский ресурсный центр добровольчества обновляет базу волонтеров и приглашает горожан вступить в их ряды, пусть даже на время пандемии. Мы обрабатываем заявки, мы знаем адрес заявителя, кому нужна помощь. И волонтеры у нас по всему городу, в Старом районе, в Новом районе. И если мы понимаем, что этому волонтеру в пешей доступности, скажем так, выполнить заявку, помочь, то мы обращаемся именно к этому волонтеру. Всем, кому нужна помощь волонтеров, могут оставить заявку по телефону 97777. Операторы принимают звонки круглосуточно и передают просьбы горожан в ресурсный центр. Там заявки оперативно обрабатывают и направляют по адресу добровольцев. Взрослый работает и готов оказать помощь только с пяти часов вечера. И, соответственно, мы к нему обращаемся только с этого времени. А есть волонтеры, которые могут помогать в первую половину дня, до 12, до 3, до 4. И мы к ним обращаемся. То есть мы, конечно, временные возможности тоже волонтеров узнаем. Волонтеры начали оказывать помощь горожанам еще весной, во время первого всплеска заболеваемости. Тогда по квартирам разносили продуктовые наборы от благотворительных организаций. В числе первых откликнувшихся на помощь был руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт». Во-первых, ничего не бояться. Это самое главное. Что, во-первых, страх был заразиться. Ну, мне кажется, он у всех. Во-первых, не бояться. Во-вторых, спокойнее относиться к людям. И главное – желание помогать людям. Вот это самое главное. Если его нет, то и работы не будет. Встречали волонтеров по-разному. Но одно было неизменно – соблюдение защитных мер. Ограничения в общении в этом случае нужно соблюдать обеим сторонам. И тем, кому нужна помощь, и тем, кто помогает. Были приняты все меры предосторожности. В квартиру не заходили, передавали продукты питания не в руки, а оставляли их, так скажем, перед входной двери квартиры. Все были в масках, в перчатках. Предложить свои услуги и помочь нуждающимся может каждый совершеннолетний сравчанин. Для этого нужно позвонить по телефону 9-91-13 или 9-93-13 в будние дни с 9 утра до 5 вечера и сказать «Я хочу помогать людям». Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Хозяев собак крупных пород хотят отправлять на обязательные курсы кинологов. Общественники считают, что при неумелом воспитании четвероногий питомец может представлять угрозы для окружающих. Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов указал на частые публикации в средствах массовой информации о нападениях домашних собак, жертвами которых становятся как взрослые, так и дети. Он обратил внимание, что неумело воспитанная крупная собака может стать угрозой для посторонних и для своего хозяина. Обучать общественник предлагает тех, кто намерен завести питомца крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую собаку. В группах «Канал-16» в социальных сетях мы спросили горожан, согласны ли они с этой инициативой. Более 90% респондентов считают, что это правильно. Безразличный к этому вопросу – 5%. Вариант «нет» выбрали – 3%. Отработавшие свой срок батарейки нельзя выкидывать вместе с обычным мусором. Попав в землю, они начинают выделять опасные химические вещества, загрязняют почву и воду. Покупая батарейку, лучше заранее подумать, куда ее можно дать на утилизацию. Пункты приема работают в клубах Центра внешкольной работы. Подробности в следующем репортаже. Казалось бы, такая маленькая батарейка, но вред она может принести огромный. Разлагается она веками и выделяет вредные вещества, которые попадают в организм человека через воду и еду. И это может привести к печальным последствиям. Поэтому не стоит выбрасывать батарейки в мусорное ведро. Важно их утилизировать правильно. Уже два года в клубах по месту жительства Центра внешкольной работы есть пункты приема использованных батареек. За это время сотрудники ЦВР собрали более тысячи старых элементов питания. Нам бы хотелось, чтобы люди приносили почаще использованные батарейки и больше. Даже бывают такие случаи, что целыми пакетами и коробками нам приносят, что нас это очень радует за такую сознательность горожан. После того, как специальная коробочка наполняется использованными батарейками, сотрудники ЦВР отправляют их на промышленное предприятие, где специалисты утилизируют приборы грамотно и профессионально, устранив любую опасность для людей и экосистемы. Принести использованные батарейки можно в клубы по месту жительства, здоровье, восход, мечта, чайка и Греция с 15 до 20.00. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова